МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь мы хотим остановиться на очень такой скользкой теме. Мы очень долго думали включать или не включать в эту программу, потому что эта тема очень спорная. Мы знаем, что на ней поставили многие церкви, если не табу, то будем так называть жирный крест. И эту тему буквально подвергли максимальному очернению. Но это почему произошло? Произошло потому, что у нас эта программа снижения вреда приняла, будем так говорить, несколько искаженные совершенно формы. Мы вам сейчас вообще расскажем, что это за программа, и потом вы сами поймете, как получилось так, почему у нас все дело исказилось. Итак, первое, если мы хотим снизить вред от наркотиков, то есть хотим снизить употребление наркотиков, то первое, на что должно сделать ударение и общество, и государство, и правительство, и все люди, это никогда не начинай употреблять наркотики. А если начал, прекрати. То есть это опять идет образовательная, должна идти образовательная программа по школам, по учреждениям и так далее. Если, дальше второй пункт этой программы. Если ты употребляешь наркотики, то только неинъекционным путем. Эти наркотики не употребляй, потому что они усугубляют положение, и возможно и ВИЧ, и любые другие там заболевания. Но вот эти сложные все наркотики ни в коем случае не применяй. Третье. Если ты вводишь внутривенно наркотики, то делай это только стерильным шприцом. Только им, никак иначе. Четвертое. Но уж если ты все-таки колешься, а у тебя нет стерильного шприца, то, по крайней мере, не пользуйся чужим, а только своим. И дальше пятое. Если пользуешься чужим шприцом, то хотя бы всегда его дезинфицируй. Вот. И смотрите, как произошло искажение этой программы. У нас эту программу снижения вреда... Начали с пятого пункта. Начали с того, что стали раздавать бесплатные шприцы. И правильно, что общественность и... Бунтовалась. Бунтовалась церковью. Подняли свой голос и сказали, нельзя этого делать. Но, понимаете, поставили крест на всей программе. Вместо того, чтобы ее полностью показать людям. То есть получилось так, что выплеснули с грязной водой и ребенка. А посмотрите, эта программа начинается с какого пункта? Не начинай. Не начинай. Никогда не начинай. Вот это надо было начинать изначально с профилактики. А не с раздачи шприцом. И получилось то, что из-за того, что эту программу зарубили, практически зарубился и первый пункт. Если из вас кто-нибудь когда-то пробовал пройти в школу или в какое-то учреждение с программой антинаркотической, профилактикой наркотиков, как правило, очень осторожно на вас смотрят. Кто-нибудь из вас пытался? Потому что говорят. Потому что ассоциация с шприцами идет. Это только провокации детей, наоборот, попробовать эти наркотики. Понимаете? Не понимая, что есть первый пункт. Никогда не начинай употреблять наркотики. То есть мы, давайте с вами понимать, что мы с вами-то в основном работаем по первому пункту. Без него действительно все остальные пункты, они действительно в конце концов приводят к пятому. Вот. Вот первый пункт нельзя выплескивать. Получается, сзитным из грязной водой выплеснули ребенка. Теперь, если, например, возникает такой вопрос, что для, ну, например, церковных учреждений, церкви или христианских каких-то организаций, четвертый и пятый пункт, они неприемлемы, ну, по этическим соображениям. Раздача шприцов, вот, говорите об этом вообще. Первые четыре неприемлемы, но используйте первые три. И самое основное, конечно, делаю основной упор на первый пункт. Теперь, что касается программы снижения вреда в отношении сексуальных связей. То же самое. В нашей стране это свелось к чему? К раздаче презервативов. И понятно, и правильно, что взбунтовались родители, взбунтовалась общественность, взбунтовалась церковь. Правильно, что это дело закрыли. Но опять получилась та же самая ситуация. Вместе с грязной водой выплеснули ребенка. Потому что эта программа... Воздержание до брака. Вот они, все три пункта здесь. Первый пункт это воздержание до брака. Второй пункт верность в браке. И уже презерватив идет на третьем месте. А у нас опять все начали с конца. С раздачи презерватива. Поэтому почему мы все-таки решили включить вот эту программу снижения вреда в этот курс, чтобы вы поняли, что изначально эта программа нацелена в первую очередь на целомудрие. А потом уже дальше, будем так говорить, идет в отношении тех людей, которые по той или иной причине все-таки в это влезли. Как же им помочь в этой ситуации? Итак, доводы за эту программу. Человек не всегда сразу готов изменить свое поведение. То есть вы ему рассказали, к чему это может привести, чем это заканчивается. Что есть нерискованный вид поведения, что ты можешь обезопасить из себя. Вот они плюсы. Но человек сразу не готов, например, оставить употребление героина. Или человек сразу не готов. Не готов отказаться, скажем, от такой активной сексуальной жизни. Мы-то с вами, конечно, мы понимаем, ожидаем, прийди Господь, пока у тебя все будет хорошо. Но... Тут же прям как переключатель. Ну, как правило, у человека переключатель очень редко действует. Я не знаю, вы встречали таких, чтобы раз через переключатель человек осветился прям. Человек был алкоголиком, щелк, и у него даже тяга пропадает к алкоголю. Понимаете, мы все время говорим, в духовном уровне Бог нас сразу очищает в момент покаяния. Наш дух очищается. Все, мы соединили с Богом в момент покаяния. Но душевные проблемы, они же решаются со временем. Мы обычно как говорим, ну, представьте, у вас ломанная рука. Вы приходите к Господу, вы каетесь. На уровне духа вы исцелены, но ваша рука не исцелится в этот момент. Вам нужно обратиться к специалистам, наложить гипс и выждать. Ну, хотя бы, сколько там, два месяца, от двух месяцев до полугода, а потом еще разрабатывать ее нужно. Душа – это намного тонкий механизм, чем кости. И думать о том, что душа сразу же исцеляется, все вот эти вот душевные раны, прям раз как переключатель, будут вот эти все оставаться проблемы. Конечно. И поэтому говорить о том, что прям так вот сразу человек переключился, ну, это неправомочно. Дальше. И если вы смогли убедить человека, и он готов изменить свое поведение, то есть перестать употреблять, перестать жить вот такой распущенной жизнью, на то, чтобы он принял и привел в действие вот это свое решение, нужно определенное время. Это не сразу происходит. На это может уйти долгое время. Вы знаете, вот мы были однажды на одной тоже встрече ЛЖВС, людей, живущих с ВИЧ и СПИД. Вот. И там одна женщина, сколько ей, около 30 лет, она вышла и говорит, вы знаете, вот она говорила вот по этой программе, как раз были дебаты, были разные-разные средства, как это, представители разных организаций. И она вышла и говорит, вы знаете, вот я благодарна моей маме за то, что когда-то она очень внимательно прочитала вот эту программу снижения вреда. И даже когда я была на дне, когда я действительно была не просто вот наркопотребителем, а я была не просто активной, а я была прям во всем этом бизнесе, вот и моя мама всегда мне в карман клала одноразовый шприц. Мы сначала так, знаете, немножко думали, ну ничего себе, вот это мама. Но она говорит, ну она, мама поняла, что я уже на пятом пункте, и если она меня хочет оставить, дать мне шанс исправиться, она должна дать мне шанс и на здоровье. И она говорит, и вот я могу сказать, что на моем пути встретилось больше 300 человек, которые вместе со мной были в этой наркотической зависимости, вместе со мной проходили в подвалах и так далее. Я одна. Осталась жива. Осталась жива. Вот спустя эти 20 лет. Благодаря моей маме, потому что моя мама внимательно читала эту программу, она мне дала шанс. Вы знаете, вот я вам честно скажу, у нас вообще с Михаилом к этой программе очень долго было двоякое отношение. Я так думаю, что вы, наверное, тоже сейчас нас слушаете, тоже так. Вы знаете, конечно, вы сами принимаете решение, но просто мы вам говорим, что может быть не стоит выплескать ребенка, давайте как-то подумаем, просто подумаем на эту тему, да? Просто подумаем. Вы поймите, мы сейчас и за, и против вам дадим все доводы. Уж какие вы примете, такие уже выбираете. Выбирать вам в любом случае. В-третьих, даже если человек сразу изменил свое поведение, все равно возможен рецидив. То есть срыв, алкоголик был алкоголиком, вдруг он опять запил, года два-три не пил, если кололся, вдруг начал употреблять. Но рецидивы бывают. И если мы с вами будем сидеть только на первом пункте, со вторым исключать, понимаете, ну мы практически вот человеком помещаем в ситуацию риска. И в-четвертых, первый пункт обходится гораздо дешевле, чем лечение последствий. Вот это доводы за эту программу. Конечно, есть доводы против, и мы их назовем. И они тоже очень сильные доводы. И мы их тоже понимаем, и мы когда-то тоже стояли только на этих доводах. И никогда бы даже не стали говорить первые, потому что это было не наше, так сказать. Итак, смотрите, доводы против. Во-первых, это может способствовать порочному рискованному поведению. Да, действительно. Если раздавать презервативы школьникам, и рассказывать им о том, как это... Возникнет соблазн их применять. Возникнет любопытство. Хотя, в общем-то, как говорят, таких случаев мало. Но, тем не менее, ну мы знаем подростковый возраст, возраст любопытства. Не надо лишней информации, которая на данный момент детям каким-то неинтересна может быть. То есть это действительно может это быть, если начинать с этого последнего пункта. Результаты этой программы менее устойчивы, чем следствие изменения поведения. То есть если человек сразу изменил свое поведение, конечно, он отвечает, да, я не буду больше пить, не буду больше колоться, буду теперь нормальным гражданином. Тут, конечно, результаты более такие эффективные, чем те, которые... Ну, раздаем шприцы или презервативы. Или ведем профилактическую работу, да. То есть в любом случае. Но, опять же, выбираем мы, да, как. И обратите внимание, доводы тоже достаточно сильные. Вот, поэтому, каким доводом мы с вами будем привержены, выбирает каждый сам. Ну, и дальше, помощь больному, которую мы оказываем, конечно, нужна помощь, должна быть физическая помощь, Должна быть... Психологическая помощь. Психологическое душепопечительство, духовная помощь. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok